Добрый вечер на телеканале ТНТ. Некая программа без посредников и я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня в очередной раз в нашей студии депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер. Здравствуйте. В очередной раз не поленюсь поблагодарю наших телезрителей за то, что смотрят нашу программу и присылают вопросы. Дмитрий Эдуардович, не зря мы с вами затронули в одной из программ тему Сегерского ЦБК. То есть в общем ситуация была катастрофическая до последнего времени. До последнего, до того, как к нам не приехал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Они с главой республики подписали соглашение, по которому, собственно, нам денежки перепадают на завод и кредит в виде кредита. И он продолжает работать вроде бы как. Получается, что проблему решили с одной стороны. Вы спрашиваете? Да, это я спрашиваю. Или говорите. Проблему нет? Не решили. Конечно нет, вы что? Вот давайте вот сначала я теперь скажу, да, соглашение подписано. У меня, как у простого телезрителя, как у жителя Карелии, возникает ощущение, значит, все, деньги будут, завод будет работать. Это сейчас, скажем так, просто один из шагов какой-то, да, вперед, но тем не менее проблема не остается. Так? Да. Почему? Почему? Ну, во-первых, соглашение это что за документ? Мы приняли решение жениться? Может быть. Любой предприниматель, экономист скажет вам, что это такое соглашение? Ну, как бы это доброе намерение. И все. Но не договор. Конечно нет. Где обязанности подписаны? А договор это другой документ юридический, значит, который подразумевает в себя и обеспечение в договоре залога, да, под кредиты, графики выполнения, процентная ставка, сроки возврата, что будет являться обеспечением. Здесь что? Ну, соглашение. Занимайтесь, ребята, работайте. И Костин говорил, а ведь много банков у нас здесь по Петрозаводскому, любой зайдите, возьмите. Но такому предприятию кто будет давать? Это все равно, если так реально рассматривать, стоящее предприятие, решение по выручке неизвестно, и плюс еще миллиардные долги. Это что за такой кредит? Причем, что самое интересное, долги комбината составляют сегодня 8,3 миллиарда рублей. Это астрономическая сумма. Но нормальный банк никогда такое кредитовать не будет. Это за гранью, здраво смысла, кредитуют успешные предприятия и с графиком возврата этих денег. Видите, банку надо зарабатывать. Понятно, это соглашение именно так, чтобы успокоить обстановку, это договоренность губернатора и не более. Нет, но тем не менее, какие-то шаги сделаны. Так-то, по большому счету. То есть, нельзя же так вот сразу рубить, что... Обозначена проблема. Нет, это очень серьезная проблема. Вот представляете, если миллиардные долги уже, так это же кредитовать надо, вообще предоставить баланс предприятия, показать, что оно прибыльное, что у него нету долгов, и что реальные активы есть для обеспечения вот этого зонога. Это очень серьезный вопрос. И я думаю, если вывели такие средства с предприятия, там на офшоры или еще куда-то рассчитались, то это серьезный вопрос. Это же надо все равно хотя бы как-то обнулять. Но сейчас, на данный момент, что получается в Сегежский ЦБК, сколько ни вкладывая, все равно результата не будет? Я думаю, да. То есть, как бездонная боча. Конечно, нулевое банкротство и снова пошли с чистого листа. Но вот на ваш взгляд все-таки... Или вернуть эти деньги. Где эти деньги? Это долгое расследование, возврат. Дальше, работа ЦБК. Начинаем. Где зона безубыточности? Начинаем снижать стоимость сырья на нефть. Мазут мы влиять не можем. Мы можем влиять на балансы. На стоимость балансов в основном-то здесь. Значит, давайте что делать? Не платить поставщикам леса. Будем напрягать коррел-леспром и какие-то леспромхозы, да, чтобы рассрочку платежа и по заниженной стоимости. Значит, горе будем частично перекладывать на районы. Потому что это межрайонное предприятие, куда стекаются балансы, значит, которые необходимо реализовывать заготовителям. А сегодня им не платят. Это же вот пошла цепная реакция. Заготовителям не платим мы с осени, да. Дальше у них нет оборотных средств, нет заготовки, план они не выполнят, значит, не доплатят попеные платы. И, соответственно, будет тяжело и с зарплатами, и с доходами предприятий. А не так без оборотки. Это же такая система веерная. Проблема, потому что она не в один день сформировалась, и не один день ее... Запустить формально можно отчитаться, а вот то, что вообще проблема ритмичной, прибыльной работы предприятия, вопрос очень серьезный, очень сложный. Я занимался ведь лесным направлением, и вообще эти как лесные потоки, и себестоимость, все я знаю это. Но поэтому я вас и спрашиваю. Поэтому я и говорю, что это очень серьезный вопрос. Люди выводили из банкротства прошлая команда очень долго, ведь тоже, ведь, 98-го года потихонечку, там, шаг за шагом. А после этого мы что сегодня? Люди хотели выйти там на IPO, продать, сделать крупный холдинг, лишь бы рентабельно поддерживать и видимость. В результате менеджеры, не собственники, им интерес свои гонорары или там еще увезти, если все разваливается. Владельцы в одной стороне, банк в другой стороне. Ну что здесь, здраное в циши, рстекло, все, что можно, надо утащить и бросить. То есть, все равно принцип «грабь награбленная» он у нас существует, да? Такая, не то, что грабь награбленная, но кто собственник-то? Кто собственник сегодня? Конкретно, кто переживает и кто страдает? Сформировали, и на банк все горе повесили, на Банк Москвы. Теперь давайте, вот, кто будет новым собственником? 8 миллиардов погасите и прокредитуете. Вот тогда началась у нас работа. А сейчас это не работа. Но вообще, по логике, здесь же проблема, вот то, что завод встает периодически, нет денег, это проблема собственника. Конечно. Но никоим образом не республиканских властей. Или ошибались. Правильно, республика даже не имеет права как субъект вмешиваться в хозяйствующий субъект. Как она может быть? Государство. Она может поддержать, что там, чем помочь, да, дополнительным выделением леса, там, дочерних предприятий или, значит, тех предприятий, которым владел Сегешки ЦБК, ну, или не ЦБК, а как бы входили в холдинг, они все там, эти леспромхозы, поддержать их расчетной лесосекой, чтобы было сырье и работали предприятия. А там же опять проблемы, там, Сегешки ЛДК встает, да, если нерентабельно пилить доску, значит, нерентабельно приобретать пиловочник, соответственно, куда девать балансы, да. И вот все это, как бы, такая ситуация непростая. Складывается впечатление, что в каком-то будущем, все-таки, рано или поздно, Сегешки ЦБК может просто окончательно развалиться и не станет. Ну, есть же процедуры банкротства, есть процедуры, там, значит, списания долгов и снова начинать. Заложники-то, ситуации люди простые. Жители Сегешского района. А людям легко и не было. А когда было людям легко, и даже в расцвет комбината, много ведь не платили, модернизацию начали, была проблема все время столкновения с профсоюзом, это еще при Катанандове. Модернизация что подразумевает? Сокращение рабочих мест, там было 160 человек, сокращали они. Но это же все равно будет заложником, кто у нас здесь будет рабочие, те, которые будут терять или будут снижать им заработную плату. И второе, это поставщики, наши лесные заготовители. Почему их лихораде трясет? Потому что они достойно не могут продать. Им топливо входная цена растет, на солярку, на все. А балансы ведь не выросли, например, за последние три года в три раза. А себестоимость растет. Зарплату вроде как надо поднимать. Получается, как бы все плохо. Есть ли какая-то надежда, какой-то лучик светлый в конце туннеля? Новый собственник и обнуление долгов. Вы еще затронули тему, что даже несмотря на то, что были хорошие времена на ЦБК, зарплату большую не платили. Вот это у нас вообще, по-моему, везде. Конечно. Вопрос вам, как политику, бизнесмену, а почему? Система нашей работы, вот с Матросовым мы общались, я вот уже его там навещал, Кемский лесозавод. Он говорит, на нашем предприятии 700 человек работает, а у финнов, например, 50 человек работает на таком же лесозаводе. Так можно платить зарплату 750? Потому что мы вынуждены, там есть система такая, аутсортинг, и есть система обслуживания, допустим, различными предприятиями ряд заводов. Что подразумевается, например, гидравлики держат, которые выезжают по аварийной ситуации, по наладке на все предприятия, и у них отдельная база. А у нас в Кеме, допустим, он взял, про Кем стал говорить, распусти цех должен, механический цех, электротехнический цех, сварочный цех, все они держат. Если только попробуй где-то найти, отправь их, поработали, наладили оборудование, езжайте, то их потом не собрать. И поэтому мы держим. А если мы держим не 50, а 700, то, соответственно, какая будет зарплата? Да плюс еще эффективность работы наша спорная. Плюс наши все предприятия построены при социализме. Огромная цеха, никакого энергосбережения, эффективности никакой, модернизации никакой, 20 лет. У нас большинство предприятий в таком состоянии, и это не подразумевает высокую зарплату. Экономика, она не дает возможности. А плюс мы мазут, тоже вот та же себестоимость. Какую долю в бумаге сегерской ЦБК составляет мазут? Там 5 лет назад одна цена, а сейчас она выросла в 5 раз. А что бумага выросла в 5 раз на европейском, нет. Проблема-то остается, решать нужно это все. Конечно. На ваш взгляд, сколько лет? Я уже всем задаю этот вопрос, всем моим собеседникам. Сколько лет нам нужно, чтобы хоть выйти на более-менее какие-то позитивные результаты? Ну вот, там же есть у них проект «Белый медведь». Да, вот автор письма, который нам пришел. Я помню, я тоже общался с ребятами сегерскими, как раз вот именно предыдущие, кто занимались вот этим. Они, кстати, инвестс-проме там, стали сработать часть. Это проект долгоиграющий. Ну давайте скажем, что это проект, предполагающий модернизацию, да? Глобально, это фактически новое строительство. Фактически новое строительство. Это огромные деньги и источник. Ну я думаю, только если государству это понадобится, на федеральном уровне, модернизацию. А государству как вы думаете? Ну мало не знаю. С учетом того, что у нас по стране закрываются предприятия. А еще видите, какие ситуации. Вроде бы и тут начинают собственники-менеджеры, а доверить-то и некому получается. Ну а нет ощущения, что собственники-менеджеры, да? И собственники-менеджеры разные. Менеджер тот, кто управляет, да? От лица собственника. Я понимаю, но вот у них как раз про зарплату-то говорили. У них же вот все хорошо. Такое ощущение сказано, что есть какая-то прибыль, да? Даже там, несмотря при том, что все плохо. Но она оседает в карманах просто людей. Ну это не прибыль, это все равно и держки на зарплату. Ну невозможно такими огромными предприятиями, серьезными, значит, цепочками международной управлять низкоквалифицированными кадрами. Если люди управляют этим, значит им надо оплачивать соответствующим образом. Вот тут уже деваться некуда, как бы по-другому нет возможности. И собственники, они вынуждены нанимать. Но когда собственник размазан в виде банк пропавший, там инвест Леспром, понятно, что там кто чего за кем стоит, там перетрубаться в московский, ведь это банк Москвы, это было Кулужкову, там неизвестно кто там чего, тут каким образом они планировали и владели. Одно время даже говорили, что чуть ли не Батурина там владела инвест Леспромом. Поэтому, когда собственники куда-то там подевались, размазались, потерялись, скрылись, дальше что, пошли по сторонам. Вот и все. Ну, а в итоге страдает все равно народ. Да. Ну, тем не менее, первый шаг сделан. Я надеюсь, что будут и дальнейшие шаги, ситуация выправится. Я все-таки отчасти оптимист. Надеюсь, что вы тоже. Я напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok